КАРТОФЕЛЬ У картофеля после 7 лет его репродуктивной деятельности вдруг возникает желание вспомнить дедушку с бабушкой, дикие ее формы. И картофельные листья начинают покрываться такими жесткими волосками. Да, колорадский жук не ест. Но у картофеля, оказывается, тоже существует генетическая память. И он начинает вырождаться у нас на огородах, к большому нашему сожалению. А вот что же можно сделать и можно ли вообще, чтобы оздоровить наш собственный картофель так любимый и такой вкусный? Наши родители, уже и кто-то очень старенький, кого-то уже нет, они пережили войну. И во время войны, естественно, забирали очень много же для фронта всех продуктов и зерна, и картофеля в том числе. Почему нет? И, конечно, зимы были очень холодные, как назло. Вот мы жили на Волге, и бабушка с мамой вспоминали, что холода были такие страшные дела. Конечно, замерзал картофель в подпорье, замерзал в подвалах, и из него просто страшно было даже сажать, практически ничего не оставалось. Но люди из того, что было, еще можно спасти и как-то посадить, научились, да, наверное, и знали, тоже генетическая память подсказала, научились срезать макушки или срезать толстую кожуру. Ну, основное место у картошки – это вот ее макушка, да, где расположено просто невероятное количество глазков. Просто невероятное. И если отрезать ей вот это вот и сделаем это вот так вот потолще, посмотрите, вот это можно съесть, а вот это можно посадить. Ну, это не совсем как бы то, что нам хотелось бы. Да, из нее вырастет хороший куст, да, при хорошей агротехнике, ухаживании все получится, но этим можно размножить количество посадочного материала. Но как же улучшить его качество? Я хочу предложить вам такой метод. Вот здесь разные картофель, один красный, один розовый и один белый. У каждого тоже есть макушка. По количеству глазков я всегда определяю, да, насколько он урожайный. Вот сколько у этого и сколько у этого. Да у этого почти совсем нет по сравнению с этими двумя. Ну, по качеству очень хороший, картофель разваристый. И здесь глазки неглубокие, расположены и на боках, и где угодно. И я хочу показать вам метод, но нам придется несколько программ снять, потому что я хочу показать так, как это должно быть на самом деле, а не теоретически. Понимаете? Я практик, я не теоретик. Я, может, многого не знаю, но то, что касается культур огородных, мне кажется, что я уже не одну собаку съела на них. Контейнеры стоят здесь только для того, чтобы вы понимали, что высаживать можно в любые контейнеры. Для картофеля мы возьмем вот такой контейнер. Нам надо такая высота, примерно так, как мы садим на огороде. Вот столько будет почвы, сюда расположится картофель. Вот так мы его засыпем. То есть это место для корней, это место для клубни, а это место уже как бы прикрытое картофелиной, чтобы не лучи солнца. Почему я это говорю? Да потому что мы и на огороде сделаем то же самое. Я хочу, чтобы вы были подготовлены хоть немного, чтобы у вас хоть немного базовых знаний отложилось. Что делать и как это должно выглядеть? Смотрите, засыпаю сюда почву, но все как обычно. Дренажа там не будет. Я просто рукой примну первые две горсти, чтобы отсюда ничего особо не вываливалось и не вытекало, естественно, землей. Насыпать надо столько, чтобы у нас было понимание, что корням будет где расположиться. В природе-то, конечно, это все не так будет выглядеть, но мы и там повторим этот опыт, чтобы вот прямо пошагово при посадке вы сделали все правильно. Я прямо жажду этого. Посмотрите, этого достаточно. А теперь мы так и будем показывать, чтобы было видно. А теперь картофелину надо, ну, можно положить на бок, можно положить вот так, можно вот так. Ну, разницы особо нет. Вот так, конечно, не надо бы кверх попой и вниз ростками, потому что все-таки метод на президентских полях ростками вниз не очень оправдывает это место положения картофеля. Я все-таки сделаю это слегка вот так на бочок и засыплю картофель, оставив сверху 2-3 сантиметра вот объемы этого горшка не засыпанным. Мне придется это сделать вот так и вот так. А сейчас я еще буду рассказывать, зачем я все вообще это делаю, кому нужна эта головная боль. Но показываю только потому, дома в таких условиях, не для того, чтобы вы сейчас насажали в горшки картошки, а для того, чтобы понимали, что вы будете делать на участке, когда приедете и будете уже высаживать картофель по-взрослому, по правде. Конечно, вот теперь можно все это пролить. Пролить, ну, не залить до мокрого, а пролить так, чтобы почва оставалась влажной достаточно долго, вермикулит нам поможет сохранить влагу. Ну, как только вода появится здесь, хоть немножко, значит, мы достигли результата. Но мне всегда хочется, чтобы влага достигла картофелины. Понимаете? Чтобы переувлажнения тоже не было. Я думаю, что этого количества, а влага потихоньку будет садиться, и она тоже еще горячеватая такая, вот эта вода вместе с удобрением, с микроэлементами. Значит, теперь нам не надо ни закрывать, ни убирать там, можно поставить на окно, там, где прохладно. Картофель ведь тоже растение прохладных территорий, а не горячих территорий. Поэтому вот все это убираем на подоконник и ждем результата. Когда из земли появятся ростки и достигнут примерно 15-18 сантиметров, вот тогда я вам покажу, что делать дальше, чтобы ваш картофель снова возобновил все свои качества, чтобы вы опять были обладателями и вкусной, и хорошо хранящейся, и, естественно, многообразующих клубней картофеля. Ну, потерпите, мои дорогие. У нас выбора нет. Надо все посмотреть, так как оно действительно на самом деле. И одну секунду. Хочу показать вам те семена картофеля, которые замочены в платочке. Замочены бедные. Уже неделя прошла. И вот на этом платочке, я вам скажу, я пока не вижу ни одной семечки, которая бы проклюнулась. Здесь два сорта. Ни одного проклюнувшего семечка нет. Но, учитывая, что картофель, так же, как и земляника, 30 суток будет, да, как это называется, проклевываться, то мы еще подождем. У нас еще есть время. Как раз до следующей программы. Все, что будет происходить в этом горшке, вы все увидите. Ну, на этом всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова